Спасибо всем, кто задали свои вопросы. Сейчас я на них буду отвечать. Постараюсь отвечать по существу, но, мне кажется, получится достаточно долгий разговор. Возможно, разобью это видео на несколько частей. Итак, первый вопрос. В процессе чтения форума возник вопрос, у какой части мужчин есть фемоз? Такое чувство, что не меньше, чем у двух третей. Конечно, форум посвящен в том числе лечению фемоза, поэтому кажется, что практически у каждого есть фемоз. Мне иногда так кажется, если посмотреть на моих пациентов, потому что у нас выборка такая очень четкая, здоровый человек к врачу не ходит, как правило. Ну и все мои пациенты, они имеют какую-то проблему. Фемоз, баланопастит, либо асимметричные малые половые губы, предположим, кривой половой член или быстрая эвакуляция. Ну, соответственно, что касается статистики, я же не исследователь, я не привожу каких-то метаанализов, поэтому я вам четко процент не скажу. Вы можете прочитать в каких-то таких претендующих на достоверность источниках о том, что фемоз встречается где-то в 7% случаев у взрослых мужчин. То есть у детей он встречается в 100% случаев, я имею в виду необрезанных мальчиков. Обрезание делать не надо в детстве, потому что оно само проходит. А вот у взрослых мужчин вопрос сложный, вопрос вот этого процента, частоты встречаемости. Почему? Потому что бывает фемоз, когда человек сам идет к доктору и говорит, что у меня что-то не так, у меня болит, пахнет, зудит, не открывается, больно во время секса. Вот надо что-то делать. А многие мужчины, имея сужение крайней плоти, с ним прекрасно живут и ничего не делают и делать не собираются. Поэтому вопрос статистики достаточно сложный. Но, да, проблемы распространены. Идем дальше. Можно ли сделать именно укол или декаиновую уздечку, а не наносить наружно для продления полового акта? Так делать не нужно. Почему? Потому что в таком случае легко очень повредить сосуды, которые находятся внутри уздечки полового члена. И в результате будет кровотечение, будут надрывы уздечки. Ну, в общем, не надо заниматься членовредительством абсолютно. Поэтому для проведения теста с анестетиком используется крем. Да, и для продления полового акта у мужчин, у кого есть чувствительные зоны на члене, для того, чтобы чувствительность отключить, используются местные анестетики. Они называются местные, то есть это местное нанесение, а не в виде мази, в виде крема. Идем дальше. У меня вопрос. Может, не совсем по вашему профилю работы, но все же. У вас делал года три назад коррекцию обрезания. Все прошло хорошо, красиво и эстетично, и в меру туго. Меня устраивает. Вопрос. Если мне сейчас делать лигаментотомию, то из-за тугого обрезания может ли это отразиться на результате из-за небольшого количества кожи? Я противник операции, которая называется лигаментотомия, потому что принципиально это ничего не дает. Вы можете использовать экстендер. Количество кожи никак не повлияет на результат вытягивания членя на экстендере. Но, если мы говорим про растягивание полового члена, использование стретчеров, экстендеров, нужно понимать, что кожа растягивается проще, чем растягивается белочная оболочка, которая и определяет длину полового члена. Поэтому, даже если у вас нет лишних тканей на половом члене, то вы можете не бояться, что это помешает или создаст какие-то проблемы при использовании экстендера. Вы же можете в состоянии эрекции, например, взять себя за середину полового члена пальцами в кольцо и сдвинуть кожу к головке, и понять, что вообще-то какой-то ход кожи все равно присутствует. И если прошло, как вы говорите, три года, вот вы делали у нас, то, как правило, все-таки мы не делаем таких супер тугих вариантов. Стараемся не делать, только по медицинским показаниям делаем. И кожа уже растянулась, в принципе, под эрегированное состояние. Я думаю, это произошло еще раньше. То есть, обычно это происходит в первые несколько месяцев после операции, если есть какой-то дефицит кожи. Ну, а потом ситуация просто останавливается, потому что чего дальше растягиваться, если и так достаточно. Поэтому вы можете использовать экстендер. Это никак не повлияет у вас на результат.